Здравствуйте! Вы смотрите программу «Формула здоровья». С вами Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях Алексей Борисович Гагарин, врач-невролог, остеопат, мануальный терапевт клиники Адоная. Здравствуйте, Алексей Борисович. Очень рады видеть вас в нашей студии. Алексей Борисович, остеохондроз – самое распространенное заболевание земного шара. Практически 80% населения поражены и страдают от этой болезни. С чем это связано и почему это заболевание начинает молодеть? Почему уже проблемы возникают практически со школьной скамьи? Остеохондроз действительно является одним из самых наиболее распространенных заболеваний. По данным, и вы абсолютно правы, что по данным Всемирной Организации Здравоохранения, более 80% населения страдает таким заболеванием. Но я хочу коснуться чуть-чуть с другой точки зрения, потому что мы достаточно хорошо знаем, что проявление астеохондроза, и нам хорошо знакомы такие фразы, как «грыжа диска», «проляпс диска». Это мы все хорошо знаем. Но сейчас на основании последних достижений медицины, на основании исследования, диагностики и всех остальных биохимических исследований, на сегодня меняется взгляд на остеохондроз как на, собственно, такое отдельное заболевание. Вообще остеохондроз, такое название, возникло впервые у нас. Создал его Яков Юрьевич Попелянский. Кстати, ему в этом году 100 лет со дня рождения. Он родился в 1918 году. Он участник Великой Отечественной войны, доктор наук, академик, профессор, невролог. В свое время завидовал кафедрой в Казани и в Новокузнецке. Так вот, он впервые ввел такое понятие, как остеохондроз. Но в то время наиболее известными, наиболее распространенными методами исследования – это была рентгенография. И поэтому остеохондроз зациклился только лишь на поражении диска и на поражении суставов межпозвоночных. Поэтому долгое время считалось, что в основе остеохондроза лежит исключительно либо травма, либо воспалительное заболевание позвоночника. Сейчас исследования показали, что остеохондроз и позвоночник сам по себе являются только лишь одной из частей организма, как единого целого. Сейчас все больше уделяется внимание так называемой соединительной ткани. Соединительная ткань – это опора всего нашего организма. Она составляет приблизительно 70-80% всей нашей массы или материальной субстанции. Соединительная ткань существует в нескольких видов. Это жидкая, это кровь, лимфа, это твёрдая, кость, хрящевые состояния диска, суставные хрящи и волокнистая – это связки. Но это всё то, что мы видим внешне. Если же посмотреть более детально и более под мелким взглядом, то мы увидим, что наша соединительная ткань, её можно представить, как бетон заливают, и есть арматура. Вот на фоне на эту арматуру заливает бетон, и вот эта арматура держит бетон. Так вот, точно так же соединительная ткань, она состоит из белковых молекул, коллаген, которые в виде сеточки окружают все наши клетки, формируя органы, связки, суставы, кровь, сердце, почки, печень. То есть всё, что у нас существует, это всё формируется за счёт соединительной ткани. И самое интересное то, что все обменные биохимические процессы, за счёт которых мы получаем силы, энергию, они существуют именно на уровне этой соединительной ткани. То есть все ферментативные реакции происходят на уровне этой соединительной ткани. Поэтому сейчас остеохондроз рассматривается просто как часть единой повреждений вот этой соединительной ткани. И сейчас больше входит в диагноз такое понятие, как соединительная тканная недостаточность. В эту соединительную тканную недостаточность входит и тот же самый наш остеохондроз, и повреждение мышц, связок, фасций, суставов. На сегодняшнем этапе за счёт более точной диагностики, если раньше мы считали, что повреждение только диска или хрящевой ткани межпозвоночных суставов вызывает остеохондроз, то сейчас мы видим, что остеохондроз как комплексное заболевание, как повреждение соединительной ткани возникает, эти повреждения возникают в самой ткани позвонков. То есть сами позвонки повреждаются. Это благодаря МРТ, который более точной диагностике. Повреждаются сами позвонки, повреждаются мышцы. С помощью УЗИ, более точной диагностики, мы видим сейчас те же самые элементарные мышечные боли, когда человек или пациент жалуется, мы видим повреждённую структуру, мы видим, как рвутся волокна, мы видим, как появляется отёк тканей, отёк мышцы. Таким образом, остеохондроз как просто повреждение диска, как грыжа диска, как параллапс диска и как тот же самый воспаление межпозвонковых дисков, это, в общем-то, является как незначительная часть. То есть организм единое целое. И остеохондроз надо рассматривать как единое повреждение соединительной ткани. За счёт этого остеохондроз и молодеет, потому что меняется наш образ жизни, меняется питание, меняются нагрузки. И соединительная ткань, она как наиболее древняя в нашем развитии. Получается, она становится всё более уязвимой? Да, вы абсолютно правы. Она становится наиболее уязвимой, потому что она является основой, поддержкой. Но как любая поддержка, как любая арматура, скажем так, она должна быть ригидной, неподвижной. Если, предположим, наши эмоциональные функции, они приспосабливаются достаточно быстро к окружающей среде, то соединительная ткань приспосабливается крайне медленно. И поэтому у нас возникают вот такие проблемы. И поэтому болезни, к сожалению, начинают молодеть. Какие процессы должны просигнализировать для человека, что необходимо обратиться к специалисту? Хватит ждать, хватит мучиться болью, нужно срочно идти. И обращаться, я ещё раз подчёркиваю, к специалисту. Абсолютно правы. И не заниматься ни в коем случае самолечением. Ни в коем случае самолечением, потому что… Не открывать интернет. Да, вы абсолютно правы. То есть, когда возникают вот такие повреждения, жалобы, да, самый оптимальный вариант – это обратиться к специалисту. Начать хотя бы с этого. И уже дальше начинается диагностика, и постепенная тактика лечения. Дальше мы уже знаем, как вести, как заниматься с пациентом, какие методы необходимы для установления диагноза. Заболевание суставов является второй по частоте причиной наступления инвалидности после сердечно-сосудистых заболеваний. Часто поражается работоспособное население. Почему возникают боли в суставах? С чем это связано? Какие сегодня существуют методы лечения этих болей, диагностики? Вы абсолютно правы. Повреждение суставов стоит на втором месте после сердечно-сосудистых заболеваний. С точки зрения западных коллег, врачей, у нас существует две системы, которые наиболее подвержены перегрузкам, нагрузкам. Это сердечно-сосудистая система и опорно-двигательная система. Опорно-двигательная система суставов, в данном случае суставы. Суставы – это то же самое, что я уже говорил ранее, это та же самая соединительно-тканная структура, которая реагирует на все воздействия окружающей среды. И опять же, учитывая наш образ жизни, наше питание, стресс психоэмоциональный, она подвержена как наиболее неподвижная структура в своем развитии, если она подвержена наибольшим перегрузкам. То есть, если есть системы подвижные, например, дыхание, сердечная система, они могут меняться в зависимости от нагрузок. Жарко – они усиливаются. Прохладно – они урежаются. Мы сели – они успокоились. То есть, то соединительная ткань, она лишена такой подвижности, и поэтому она находится практически в постоянном напряжении. И очень часто мы, приходя домой, ложимся спать, а встаем уставшими, разбитыми, недохнувшими. Это то же самое. То есть, вот эта вот наша соединительная ткань, мышцы, связки, подвижная часть, они не успели расслабиться. И за счет этого возникают перегрузки, нарушается питание, и поэтому повреждения суставов, да, они выходят на одно из первых мест, ну, на втором месте после сердечно-сосудистых заболеваний. А методы лечения, в общем-то, это относится больше к разряду травматологии, повреждениям суставов, когда уже значительно выражены, разрушены суставы, да, тогда занимаются травматологи. Но в начальных стадиях, когда повреждения суставов, скажем так, первой и второй степени, когда они протекают еще безболезненно практически, и человек не чувствует ничего, кроме скованности, зажатости, этими вещами занимаются врачи, неврологи, остеопаты, мануальные терапевты, мы занимаемся. Вот. И самое главное, самое главное, надо следить за собой. То есть, если что-то появляется в вашем состоянии, что отвлекает вас от выполнения обычных обязанностей, то есть, если вы, ваш организм не вписывается в те нагрузки, которые вы ему предъявляете, первым делом надо обратиться к специалистам. Какие виды боли бывают, их симптомы, как они различаются, и что являются причиной возникновения боли? Вопрос очень широкий, поэтому я постараюсь ответить на него наиболее понятно. Боль – это раздражение нервных окончаний, нервы. Когда раздражаются нервы, у нас возникает, по электромагнитному импульсу идет команда в мозг, и нам мозг говорит, что да, здесь опасно, здесь что-то не то, раздражение этих импульсов. Но для того, чтобы понять и применять более практично в жизни, обычно мы делим боль на 4 стадии. А самое неприятное – это ночные боли. Когда возникают ночные боли, это явное наличие воспаления. Болезнь дитя ночи. Ночные боли, они могут быть разнообразные. Острые, тупые, давящие, пульсирующие – неважно. Самое главное, если боль появляется ночью, это один из самых опасных признаков. Здесь уже не надо думать, здесь надо прямиком идти к врачу. А второй тип боли – это утренние боли. Они, как правило, тоже могут быть острые, давящие, но, опять же, здесь надо оценить время возникновения. Это скованность. Когда вот мы встаём, чувствуем зажатость, скованность, не отдохнувшись, это тоже говорит о наличии второй стадии воспаления – это нарушение сосудистого тонуса, это ишемия. Ограничение питания тканей кровью, кислородом и так далее. Это тоже очень грозный признак. Его нельзя замалчивать. Если есть, появляются такие признаки, опять же, прямиком к врачу. Не затягивайте это состояние. Третий тип боли, которые мы разделяем – это боль от усталости, или, так сказать, дисфиксация. Когда нарушение осанки, нарушение положения суставов в пространстве, мышцы работают не в оптимальном варианте, как правило, эта боль появляется к вечеру или после каких-то физических нагрузок. Это дисфиксация – это тоже, конечно, повод задуматься и обратиться к врачу. И самая одна из всем известных болей – это острые стреляющие корешковые боли, так называемый радикулит, все говорят. Вот там седалищный нерв, радикулит, пробило, прострелило. Они так и называются – стартовые боли или стреляющие. Для них характерна очень чёткая картина. Это по типу удара током. Человек замирает от этой боли на какое-то мгновение. Это и есть стартовая боль, это повреждение корешка. Но здесь я даже не буду говорить, потому что человек в любом случае пойдёт к врачу. Вот такие виды боли. И из этих видов боли надо понять, что, опять же, основная часть боли приходится на опорно-двигательную систему, на мышцы, связки и фасции. – Зависит ли это от выбранной профессии? Кто чаще всего страдает такими болями, именно болями в спине? Как-то вот это взаимосвязано? – Да, вы абсолютно правы. Конечно, это взаимосвязано. Но сказать, какие профессии более подвержены таким проблемам, гораздо проще сказать, какие не подвержены. Одна из наиболее профессий, которая не подвержена болям – это дирижёр. Он всегда находится в плавном движении, он всегда находится в великолепном эмоциональном состоянии, он всегда на подъёме, у него всегда мышцы двигаются, работаются, он дышит, размахивает руками, поворачивается, крутится, верстится. То есть, практически у них не возникает вот таких вот болей. Все остальные профессии, которые связаны либо с физическим трудом, с поднятием тяжести, это любые профессии, которые требуют длительного, долгого нахождения в неподвижном состоянии, в офисе, перед телевизором. Тоже, опять же, возвращаясь к соединительной ткани, соединительная ткань очень медленно напрягается, то есть, фиксирует наше тело в определённом положении, но она точно так же медленно и расслабляется. Поэтому практически любые профессии, которые требуют нагрузки, либо сильной физической нагрузки, либо неподвижности, они подвержены вот таким вот состоянием. Но я уже не говорю о токсических нагрузках и так далее. Алексей Борисович, ну, может быть, есть какие-то такие лёгкие правила после долгого неподвижного состояния, может быть, сделать какие-то упражнения или что-то Вы порекомендовали, чтобы вернуть себе опять двигательную активность? Как-то заподрить организм? Вы абсолютно правы. Ну, если мы, опять же, коснёмся офисных профессий, это люди, которые работают в офисе, которые долго сидят за компьютером, которые долго не встают с рабочего места. Просто порой по 8-10 часов они просто привязаны к своему рабочему столу. Да. Вы абсолютно правы. Но можно сделать уже простой логический вывод, хотя бы из всего того, что я сказал, что структура соединительной ткани, она очень медленно напрягается, фиксируется, но она очень медленно расслабляется. То есть самостоятельно ей расслабиться очень трудно. Поэтому самое элементарное упражнение на растяжку, та же самая офисная йога, встать, хотя бы потянуться, даже сидя несколько раз делать несколько растягивающих движений, то есть все упражнения на растяжку уже дадут положительный результат. Примерно какой должен быть интервал? Человек находится в статике, человек находится в динамике. Да. Такой в идеале. В идеале. В идеале, честно говоря, нет идеала. Конечно, можно сказать через 30 минут, через час, каждые 15 минут. Но наиболее оптимальный вариант, ведь каждый человек индивидуален. Поэтому рекомендуется, когда вы чувствуете дискомфорт, когда вы чувствуете какую-то усталость, когда вы видите, что вы плохо начинаете реагировать на окружающую обстановку, обязательно встаньте и подвигайтесь. Если вы заняты чем-то, каким-то интересным делом, и вы находитесь на подъеме своего эмоционального и мыслительного процесса, ну, трудно вам встать и начать делать растяжки. Поэтому самое главное – прислушайтесь к своему организму и обязательно делайте растяжку. Ну, кстати, в этом смысле, наверное, более защищены наши дети, которые находятся и обучаются именно в начальном звене, потому что там-то как раз-таки каждые 15 минут во время урока учитель поднимает детей и проводит минутные-двухминутные зарядки. Это и зрительная гимнастика, и, конечно же, физическая подвижность суставов. То есть здесь вот как-то более продумано здоровье наших хотя бы детей. А почему-то вот уже во взрослом состоянии мы не уделяем этому внимания, забываем. Забываем, потому что мы начинаем думать о другом. Ну, вот вы правильно привели, абсолютно правильный пример. Но, опять же, вы в школу, когда дети уже опять подвержены какому-то жёсткому распорядку. В данном случае я бы предложил вам другой пример. Вы подойдите к детскому садику в ясный солнечный день и посмотрите на детей, когда они предоставлены сами себе и как они двигаются. Кто-то сидит неподвижно, ковыряется в песочке. Кто-то круги нарезает по площадке, кто-то лезет на лестницу, кто-то сидит, фантики перебирает, кто ещё. То есть ребёнок в таком возрасте, он слушает свой организм. Если ему надо копаться в песочке, он сидит и копается в песочке. После этого он может залезть, сделать несколько кругов по потолку и опять. То есть слушайте свой организм, любите себя. Это самое главное. Алексей Борисович, какие осложнения могут возникнуть, если вовремя не обратиться к специалисту? Если длительное время терпеть боли, боли в спине? Терпеть, действительно, терпеть длительные боли в спине, это, конечно, самое последнее дело. Это не рекомендуется. Посмотрите, опять же, упираясь в то, что я рассказывал, то есть соединительная ткань, она медленно напрягается, но она медленно расслабляется. Все эти медленные процессы говорят о том, что в первую очередь нарушается кровообращение. То есть чем дальше вы чувствуете вот эти неприятные ощущения, ночные боли, утреннюю скованность, то же самое, когда вы сидите на столе в офисе, вы чувствуете, что спина затекла. Это говорит в первую очередь о нарушении кровообращения. Нарушение кровообращения вызывает в первую очередь травмы, это нарушение питания в мышцах, и малейшее движение, некординируемое от усталости, может вызвать повреждение, разрыв связок, разрыв мышц. То же самое повреждение диска, всем известное, грижи диска, проляпси диска. То есть нарушение питания, боль вызывает в первую очередь спазм сосудов и нарушение питания мышц, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Опять же, возвращаясь, та же самая соединительная ткань, ведь сердечная мышца – это у нас соединительная ткань, клапаны сердца. Наш кишечник – это та же соединительная ткань, все клапаны кишечника, стенки сосудов состоят. То есть мы практически повреждаем весь боль. Если боль порождается в мышцах, она порождает весь организм. Поэтому помните, что боль в одном месте, она повреждает весь организм. Лечение мышечно-скелетных болей в клинике отдана их профилактика. Как это осуществляется у вас? Да. Какое внимание вы в своей работе этому уделяете? Во-первых, мы уделяем этому огромное внимание. Во-вторых, весь наш коллектив, он, в общем-то, все, что я рассказал про скелетно-соединительные мышечные боли, в общем-то, весь наш коллектив, мы находимся на тех позициях, о которых я вам сейчас перечислил. Мы применяем в данном случае это и иглоукалывание, и введение биологических препаратов, это и остеопатия, мануальная терапия. Конечно, мы применяем и классические методики, это и нестероидные противовоспалительные препараты, таблетки, уколы. То есть, все, что рекомендует классическая медицина, мы все применяем. Но наш подход заключается в том, что мы понимаем, что основная проблема – это не воспаление как таковое, как боль, это нарушение обменных процессов, нарушение приспособительных систем организма к окружающей среде. И вся наша работа направлена именно на восстановление организма к самоисцелению, самовыздоровлению. Поэтому мы применяем наиболее естественные методы лечения. Также я хочу сказать, что боль, она имеет сезонность. Поэтому вы четко должны это знать. Например, летом боль проявляется в основном дачники. Мы яму выкопали, мы картошку там выкопали. То есть, это в основном идет боль, такое вот корешковое, стреляющее. Сейчас осень и весной, сейчас мышечные боли в основном связаны с переохлаждением, воспалением. То есть, это идет воспалительный процесс. То есть, банальные УРЗ и УРВИ – это мы знаем все. Но то, что болит спина, болит скованность, зажатость, ощущение боли в костях – это то же самое воспаление, которое необходимо лечить. Оно само по себе не пройдет. В принципе, здесь есть очень простая диагностика. Если вы чувствуете боль, дискомфорт, слабость, утомляемость, оно должно пройти в течение первых суток. Если не проходит в течение первых суток, второй этап – это трое суток. Если не проходит в течение трех суток, это уже прямой повод обращаться к врачу. Значит, организм находится в состоянии дисбаланса. Значит, наши обменные процессы не в состоянии справиться с окружающей средой. И поэтому, если больше недели – прямиком к врачу. Но все-таки меняется в последнее время менталитет пациентов. Они стали более внимательно прислушиваться к себе, к своему организму. И время обращения к специалисту сокращается ли? Алексей Борисович, на практике. Вы правы. А сейчас люди стали более внимательнее относиться к своему здоровью. Но, во-первых, появилось больше возможностей, больше врачей, больше медицинских центров. И люди стали более внимательнее относиться к себе, потому что они стали понимать, что здоровье – это самое главное. Мы можем вынести все, любые тяжести, невзгоды, но только лишь при одном условии, если у нас будет наши силы, наше здоровье. И поэтому люди стали внимательнее относиться к своему здоровью. Они стали чаще обращаться к врачам. Они стали более внимательнее выполнять все те рекомендации, которые мы сейчас им рекомендуем. Так что это, в принципе, очень радует, потому что работой стало, с одной стороны, трудно, потому что очень много запущенных пациентов. А с другой стороны, в общем-то, люди очень внимательно стали к себе относиться. Пусть эта динамика продолжит. Да, давайте пожелаем нашим зрителям, чтобы они очень внимательно относились к себе. Самое главное – любить себя, и все у вас будет хорошо. Спасибо за интересную беседу. Вы смотрели программу «Формула здоровья». Берегите свое здоровье и здоровье своих близких. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин